что происходит когда получается запись из базы то есть мы внимательно посмотрели какие процессы случаются внутри и почему может тормозить простейший запрос по известному вам ключу просто получить одну единственную запись до этого у меня есть три новости мира баз данных которые меня заинтересовали за эти две недели вот я не знаю относиться к ним как к анекдотам или нет но для меня они вызывают интересные инженерные мысли с точки зрения того как это может повлиять на мою жизнь как это может повлиять на мир баз данных и вообще вот что происходит на самом деле это интересно если вы будете инженерами со второй инженерами это будет примерно то что будет вызывать вас смех и удивление в редисе на прошлой неделе появился ченч реквест что я жить не могу без функции без функции которая считает числа фибоначчи в базе насколько понимаю у вас в курсе алгоритмов вам уже рассказывали про числа фибоначчи для меня это так скажем очень такой большой интересный пункт мы делаем базу данных которая считает числа фибоначчи в редисе уже 124 готовых функций готовых команды которые вы можете дать серверу люди не могут жить без чисел фибоначчи если вы будете делать свою базу вполне возможно вам по приколу в качестве пасхального яйца может по обязанностям службы придется делать такие команды у меня это вызывает глубокий интерес и на самом деле они там поторговались на тему этого тикета и отказались его реализовывать то есть если у вас будет своя маленькая база вы будете в ней делать зачастую забавные вещи вторая ораку большая такая компания в мае 2011 года опубликовала большую пдф q под названием дипа дебанкинг за на усикл хайп большой очень уважаемый начальник департамента в оракле обладающий 15 патентами в названии которых встречается слово distributed отвечающий за распределенную оракловую базу за решение в этой области внимательно и аккуратно описывает почему оракл это хорошо почему но усик вал это не достойно вашего внимания какие проблемы в этом встречаются почему это плохо и что приличным людям не стоит этим заниматься проходит какое-то время и в сентябре появляется приглашение на конференцию в сан-франциско 2 октября в воскресенье оракл представляет оракл ноу сиквел датабейс а первый документ исчезает из интернета там по этой ссылке в слайдах лежит это пдф к и на самом деле рекомендую взять внимательно почитать это действительно понимающий вопрос человек описывает то что происходит сейчас в мире реляционные базы потесняются но усиквельными решениями мемкэш редис и куча других баз они старых игроков выпихивают причем до такой степени что сначала они защищаются а потом сами переключаются в этом направлении и начинают делать свои решения сейчас по третьей ссылке есть ссылка на оракловый сайт там же где все другие оракловые решения уже появилась закладка про оракл ноу сиквел датабейс но там пока что нету ни документации ничего скачать вообще ничего заканчивается камень ксун и из того что там анонсировано это база будет key value pair дата структура с ключами состоящими из основных из первичных вторичных ключей java api с простыми камерами put delete get автоматической их функшен бейст дата партишнинг и дистрибушен пейси транзакции глобальной и пер операции на первых лекциях мы рассмотрели первые три пункта из этого списка на первых двух на самом деле вы уже знаете что такое key value хранилище вы знаете как наяве сделать команды put get и delete и вы столкнулись с тем как данные по каким-то ключам хэшируются раскладываются на разные ноды у вас знания по объему совпадают с тем на чем сейчас большие компании делают свои решения что вызывает у меня большой интерес как они сделают транзакции я вам рассказывал про кап теорему утверждается что это теорема доказано математически и что им придется пойти на какие-то шаги чтобы этого достичь на самом деле интересно посмотреть что получится вот это вот новости которые происходят сейчас в мире мире бас мир бас перестал быть статичным пять лет назад десять лет назад были несколько готовых решений которые отличались друг от друга цветом логотипа уроку my sequel pastgres они все были сиквельные реляционно они все хранились на дисках они все в какой-то момент упирались в один большой компьютер дальше имели проблемы сейчас это сломано на самом деле это очень интересная область третья новость которая случилась позавчера и тартас ведущие новостное агентство российской федерации пишет что в mail.ru произошел сбой пользователи крупнейшего российского почтового сервиса испытывают трудности с доступом к своим почтовым ящиком при попытке проверить почту и открыть письмо появляется ошибка сервера или сообщение перезагрузки базы данных причем в полдень почта отвалилась остальные сервисы работают нормально чтобы внимательно слушали предыдущие лекции у вас должны быть гипотезы о том что происходит внутри почему часть сервисов работы эта часть нет я упоминал что вы можете делать вертикальное партиционирование когда у вас часть базы отвечающие за одну функциональность живет в одном месте часть базы живет в другом конкретно здесь отвалилась часть базы отвечающие за почту все остальное работы на роями появилась потом отзыв я насколько понимаю это от сотрудника mail.ru в котором расписывают что в ходе внедрения новой системы хранения данных произошел сбой устранили проблему через два часа недоступна почта была примерно 8 10 процентам пользователей если вы вспомните то я предлагал раскладывать по каким-то ключам разные данные на разные ноды фактически говоря в mail.ru нам кластере отвалился небольшой кусочек отвечающий за почту для небольшого количества пользователей сколь это большое событие сколь значим это на самом деле проблема авайлабилити кластер потерял целостность люди не могут работать с почтой система недоступна смотрим на википедии почтой mail.ru пользуется два и два миллиона человек ежемесячно произведем вычисление выясняется что 10 процентов в час это три тысячи человек не получили доступа и это отсутствовал два часа вот такой вот проблема с базой она достойна новостей на это артас я вам говорил что если вы достаточно везущий вы увидите как проблемы кластер проявляются в жизни может быть вам повезло в ближайший понедельник прошедший я надеюсь что вы будете делать системы падение которых будет на это артас поверьте в себя это действительно понятно доступно и достижимо присоединяйтесь к большим компаниям и когда вы будете это называется описывался а вас будут писать газеты здесь упоминалось слово сиквел и на у сиквел основной здесь point но у сиквел это не отрицание сиквела а но не только сиквел сначала пацаны придумали такой термин а потом немножко испугались и стали что это не не сиквел а не только сиквел это соответственно базы которые готовы отступить от и сид требований база которые готовы отказаться от транзакционности и сейчас наличествует я даже не знаю как это назвать эволюция не валюция война не война но но у сиквельные база отрывают деньги отрывают проекты отрывают мир у старых сиквельных баз примеры сиквельных баз это ораку мы скульпас грез х сиквел дебе но у сиквельные киев или это мемкэш редис я вам про них рассказывал документ story это монга кауч и там подобное на но у сиквел датабейс орг откройте полистайте там несколько страниц решений решения которые написаны студентами или свежими выпускниками молодыми людьми которым это интересно у которых есть проекты требования которые они хотят сделать которых не удовлетворяют стандартные коробочные пыльные решения ну и также загляните на википедию там есть описание этого я вам рассказал начиная с нового сиквела сиквел отрицать нельзя к нему надо будет прийти нужно понимать что происходит внутри что у нас было раньше я вам рассказал про бумажную телефонную книгу я надеюсь что все осознают и понимают что происходит в ней просто ну я не знаю как что крут операции get put и delete юай несмотря на то что это вызывает сложности у вас у многих нету джавы у вас есть проблема с программированием какую базу вы не делали вам с ним все равно с ней надо общаться примите решение какой путь вам проще всего и воспользуйтесь им я рассказывал про партишнинг и шаргинг вспоминаем и понимаем что происходит внутри мастер слейф репликация киев или store документ-ориенты база транзакции журнал операции я очень надеюсь что вы это поняли на документы понятие key value storage это у вас есть ключ и есть какое-то какое-то значение к нему значение может быть простым интом если это у вас счетчик значение может быть картинкой большой такой гифчик на несколько мегабайт ключевым является то что у него нет никаких дополнительных атрибутов база не предоставляет вам сервис по обработке содержимого вы сказали get вы получили массив если мы переходим к документу ориентированным хранилищем то они каким-то образом знают о том какой документ что за массив вы положили им вовнутрь если это например запись описывающий телефон то вы можете сказать серверу можете сказать сервис данные записи у которых фамилия я не знаю иванов если у вас киева или у сторочек вы должны взять все записи к себе в программу из этого массива восстановить каким-то образом мемори структуру с которой вы можете работать и профильтровать на клиенте киева или сторочек быстро но очень глупо это очень тупая вещь но она безумно быстро документ ориентированный хранилищ позволяет вам отправить запрос на сервер дай мне часть документов по какому-то значению поля это база которая знает понятие поля понимает значение умеет имеет какие-то функции для работы с составными частями документа еще сегодня я хочу поговорить почему долго работает мой запрос на примере дай мне пожалуйста седьмую запись мы точно знаем что мы хотим получить и хотим получить одну единственную запись на следующей лекции я хочу поговорить на тему что происходит когда мы получаем много записей запись у которых значение ключа больше чего-то меньше чего-то принадлежит какому-то диапазону как выглядит запрос в тех домашках что я получал обычно это какой-то http запрос сайт порт команда и значение случае если мы им пользовались мем кэшем редисом мы должны были им отправить через их api командочка get пробел 7 если мы будем говорить про сикл то это запрос вот такой select from users вере айди равно 7 случае сиквела у нас есть ключевое слово команда у нас есть какие поля мы хотим получить можем использовать звездочку получить все откуда from это имя коллекции вере это ограничение через ограничение можно потом соединять через and or сиквел не является key value storage он знает о существовании полей и предлагает вам какие-то операции по работе с их значениями поэтому он становится сложнее и поэтому вам будет сложнее понять с какой скоростью работает он почему и как достичь более высоких скоростей сценарий исполнения запроса клиент на своей стороне должен сформировать запрос как он это сформирует не знаю вам надо будет понять у вас будет какой-то программный код какой-то браузер какая-то среда в которой вы делаете запрос дальше должно быть соединение с базой соединение с базой база у вас может жить либо в том же самом процессе либо на другом сервере соединение с базой будет когда мы работали с телефонной книгой мы должны были ее найти обычную бумажную телефонную книгу найти физический объект может занять много времени найти объект в сети на самом деле тоже дальше после установления соединения мы должны передать запрос сервер получив запрос должен будет его распарсить то есть понять что от него хотят дальше он найдет у себя коллекцию случае сиквела это будет таблица в случае документ ориентированного хранилища скорее всего вас будет коллекция документов получить данные из этой коллекции преобразовать формат для ответа отправить по сети клиент получив посылку пусть и должен будет восстановить данные каким-то образом распаковать байт стрим как раз вот тут поток который он получил в какую-то структуру с которой он может работать даже если он получил из базы гифчик он должен это отдать в какой-то процесс который из потока байт сделать цветную картинку потом закрыть соединение потому что база нужно отпустить теперь подробнее формирование запрос запрос можно собрать руками например вот так вот это обычно жаре вот так вот собираются запросы то есть мы сформулировали что хотим откуда хотим и передали туда ключ это наверное самый простой и самый быстрый способ формирования запроса случае с ноусиквельной базы у вас будет какой-то подобный аналог вы знаете язык на котором пишется запрос и формируете на нем задание чем более большим приложением у вас становится тем больше вам будет лень писать запросы руками для этого вам подсунут скорее всего query by example теория такая что у нас есть мемориструктура например персона человек у нее есть какое-то количество полей например адрес телефон название sorry адрес телефон фамилия мы заполняем часть каких-то полей и отправляем в базу по ищи мы сделали пример и отправили его в базу что происходит внутри чтобы на самом деле тот объект который сделали вы отдали куску кода который внутри его проанализировал собрал ту же самую строчку если вы хорошо знаете библиотеку которая работает с этим вы можете сказать сколько времени на это ушло если нет то это для вас получается маленький черный ящик вы им пользуетесь у вас хорошо если у вас случается проблема у вас есть проблемы есть еще другой подход query by api запрос query by example ломается когда нам нужно найти что-нибудь со связкой или или иванов или петров когда нам нужно найти что-нибудь с отрицанием дай мне всех но не иванова поэтому но при этом нам все еще лень писать запросы руками поэтому пользуемся такой вещью как query by api то есть у нас есть какое-то понятие запроса мега объект через который мы абстрагируемся от реализации запроса мы ему говорим откуда хотим получить формируем ему вере если здесь есть equals query критерия там скорее всего будет ор ноут на самом деле будет большая широкая библиотека из которой вы как из кубиков собираете запрос в чем плюс такого подхода если у вас жесткая структурированная база то уже в момент компиляции кода она например может сказать о том что там не существует таблицы person что вы опечатались название такого-то поля или где-то здесь это может произойти в момент подготовки и компиляции кода не в момент исполнения запрос сделанный строкой скорее всего выкинет вам ошибку только в тот момент когда вы будете запускать ваш код если этот запрос спрятан в какой-то редко используемой функциональность которая работает раз в месяц узнаете о том что там есть ошибка только в конце месяца честно говоря я работал со всеми тремя этими подходами в яндексе мы пишем руками это на самый быстрый самый надежный самый простой самый понятный способ который есть если вы будете работать с интерпрайс приложениями в какой-нибудь интерпрайс конторе скорее всего вы встретитесь с третьим подходом то есть query by api смотрите пробуйте соединение с базы сверху приведен пример того как java соединяется с обычной реляционной сиквельной базы первая строчка она из класс пути подгружает библиотеки работающие с базой например в данном случае это будет драйвер для работы с май сиквелом какая бы у вас база не была у вас все равно возникнет концепция того что вам нужен драйвер для работы с ней даже если вы делаете домашку у вас есть master slave отдельно стоящий клиент библиотека у вас будет спрятана где-то в районе работы с сокетами на самом деле это уже драйвер для работы с базой вот дальше мы должны сформировать урок по которому мы будем обращаться если это gdbc то там есть правило формирования этого ура пример его написан если это ваша база то что будет написано мне не знаю в основном написано http ну и точи localhost порт и дальше команды которые были раньше на странице дальше мы получаем коннекшен и с этим коннекшеном работы например сокет я утверждаю что это есть при работе с любой базой что может быть здесь сложным и требующим вычислить например вам нужно узнать с каким шардом вы должны соединиться если у вас хеширование спрятана в клиенте в клиенте то он должен из запроса получить ключ к которым должен стучаться произвести какую-то математику вычислить должен идти по порту 1 2 3 или 4 он должен идти на хост такой-то или на хост другой здесь у вас должна быть функция хэширования также здесь упоминается хост и раз есть хост значит из него нужно получить айпи адрес у вас будет dns запрос вы написали приложение она у вас работала в какой-то момент она вас перестала работать проверьте отвечает ли dns вам нужно понять куда стучаться по сети на это тоже уйдет время dns можно кэшировать можно тайм аутиться но вот эта вот строчка получения коннекшена она в принципе мало предсказуемо по времени она может это может занять несколько миллисекунд может занять 10 секунд если у вас большое приложение большое количество пользователей у вас здесь могут быть проблемы дальше но нужно будет открыть сокет и подготовить буфер на стороне клиента через который вы будете общаться через буфер вы будете передавать свой запрос на сервер чем больше запрос тем больше буфер например у вас сделал 2 килобайтовый буфер но ваш клиент обслуживает 1000 соединений вам нужно 2 мегабайта данных а если он обслуживает 100 тысяч соединений здесь вы можете потечь по памяти передача запроса по сети можно передавать только байты какая структура у вас не было на входе была бы она построена как строчка была бы она построена через квери байпи квери бай экзампл вы не можете отдать объект по сети вы должны произвести его трансформацию построить необходимую за структуру и произвести серии али за цию у вас есть какой-то объект вы должны из него получить последовательность байт все ри али за ция в домашках у вас очень малый объем данных я не знаю насколько для вас стало проблемой передать ваш запрос через сокеты но для меня это реальность моей жизни если у меня большая база это для меня значимо на сервере поток байт будет преобразован обратно в структуру самый простой случай это строчка мы берем строчку по байтово засовываем сокет на другой стороне сокета она по байтово начитывается в буфер с буфера делается строка но соответственно для нее нужен будет блок памяти на сервер когда эта строчка достигла сервера сервер должен понять что за команда ему пришла это insert update delete search search почему-нибудь он должен понять что это за строка соответственно начинается этап парсинга если у вас простейший запрос как было http двое тощие слышишь слышь слышь айни в принципе вы можете распарсить это сплитом по разделителям либо каким-то регекс по если это у вас сиквельный запрос вам на самом деле нужен большой конечный автомат восстанавливающий из строчки запрос делающий какую-то структуру которая сможет обработать сервер парсинг запроса будет занимать время если у вас сильно загруженная база на парсинг будет уходить время также когда запрос распаршен сделана структура она должна быть подвергнута валидации например мы должны уточнить если такая коллекция в нашем хранилище например та самая табличка песом либо коллекция документов студенты должны проверить какие параметры нам нужны парсинг запроса это время и cpu и это то что происходит на каждом запросе в базу кстати о парсинге мне понравился код который написан ксении мамич большинстве домашек я вижу что работа с парсингом запроса делается через ифчики что-то иф что-то там старт виз сердце ифелс иф старт с виз длит там подобная вещь на самом деле вы пишете парсер такое большое красивое слово парсер он у вас получается вот такой вот простыней иф-элс 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 это не расширяемо не улучшаемо и у вас будут проблемы когда вы будете мигрировать это из простого консольного приложения в клиент-сервер а когда еще особенно за сервером у вас появится мастер-слейв у вас парсинг и формирование запросов пронизывает всю вашу программу а вы пишите иф-элс 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 думаете что пишете на самом деле не очень большим вложением вы можете придумать вот такую структуру у нас есть команда в которой есть проверка эта команда применима или нет в данный момент и сам метод который что-то делает здесь сделана абстрактная команда который проверяет была ли командочка дамп передана в систему есть конкретная реализация которая работает на мастере которая на самом деле в телефонную книжку вызывают дамп по которому книжка за флажится на диск этих команд сделано это на самом деле это весь код который есть в этих трех классах но таких команд сделано по моему штук 16 или 20 потому что есть команда на клиенте есть команда на сервере есть команда на слоеве это маленький понятный кусок кода отвечающий за команду но он существует в разных приложениях которые вы делаете дальше из них собирается массив а вот это вот весь цикл обработки команд то есть входная строчка засовывается последовательно в каждую из команд и проверяется эта команда сработала если команда сработал дальше мы не работаем это называется pattern chain of responsibility или что-то в таком стиле и к этому существует вот такая замечательная мельная схема но это парсер который мы делаем у вас руками в ходе домашки на несколько сотен строк внутри базы парсер на порядке сложнее дальше нужно будет базе вот мы придали запрос в базу она сумела его распарсить провалидировать она теперь знает в какую нужно идти коллекцию и нужно найти коллекцию если это у вас memory storage то это какая-то коллекция которая лежит внутри базы мы должны пойти по поинтерам найти коллекцию и понять если это сиквельная база то скорее всего у нее наделаны таблички таблички например мы скули это будут файлы лежащие на файловой системе сервер не знает какая коллекция вам потребуется знает это только в момент появления запроса есть запрос мы пошли искать коллекцию получение данных из коллекции зависит от формата в памяти она или в файле если она файл нам нужно будет открыть файл мы быстро шаримся по файловой системе ищем файлик открываем файл хендлер и тому подобное нам нужно будет найти запись возникает вопрос файл поддерживает у нас random access или нет если он поддерживает то нам надо будет знать какое количество байт пропустить с какого момента начать читать то что я рассказываю она атомарно выглядит очень простым и понятно это на самом деле то что происходит в базе если вы хотите эффективно пользоваться базой у вас будут возникать мысли а что она там делает если это файл не поддерживающий random access то есть записи в нем разной длины то вам придется сканировать вам придется открыть файл начиная с самого начала читать скорость чтения 100 метров в секунду если файлик 6 гигов то получится мы будем его читать минуту вы не можете это сделать быстрее если вы не знаете позицию позиционирование и фрагментация файла так кстати забыл сказать что если вы сканируетесь по файлу то файл это тоже линейная структура и там данные тоже будут сериализованы какая бы структура у вас не было в памяти файле она будет лежать последовательно как последовательность байт если у вас первым полем идет извините меня фамилия вы не знаете ее длину она может занимать 10 байт может занимать 100 после нее идет имя вам нужно найти записи с каким-то именем вам придется взять эту запись здесь реализовать найти окончание первого поля найти начало второго позиционирование фрагментация файла здесь на самом деле если мы работаем с файловой системы мы столкнемся с тем что фрагментация она важно если данные лежат на диске диск фрагментирован будете терять скорость потому что переход от на одного куска файл к другому будет занимать время транзакции on do logs это тоже фрагментация я говорил что когда делается транзакция данные которые были раньше в файле они выкопируются в on do log если кто-то работает с данными они редактируются у вас простой запрос вам нужно получить по ключу запись с ключом 7 вы идете в файлик обнаружите что там нету сейчас текущих данных та транзакция не закомичена данные скопированы в другое место вы из этого места пойдете в on do log искать его там это опять же переход в другое место это опять потери времени что он может здесь помогать кэш обычный файловый кэш вы его можете делать сами руками на уровне базы вы можете надеяться на то что будет работать файловый кэш операционной системы если у вас муховый сервер то он почти всю свободную память используют под кэши здесь вы можете столкнуться с тем что у вас на сервере все хорошо работало все работало быстро в какой-то момент начало тормозить вы ничего не делали она начала тормозить вы связываетесь с обменами заходите на сервер и выясняется они поселили туда какой-то другой процесс который отъел память просто физически памяти свободный нет нет свободной памяти очень маленький кэши вы не попадаете в кэш память вам не отвечает вы уходите на диск искать данные простейший запрос а вы постоянно шаритесь по диску дальше из диска нужно будет зачитать данные в буфер размер буфера опять же определяется либо размером записью либо какой-то при алацированный буфер кстати о буферах если у вас джава если у вас джава идите вы делаете где-то массив то этот массив прежде чем его вам вернут будет залит нулями вы не можете с этим сделать ничего вы написали базу которую вам надо работать вы зная размер записи делаете буфер начинать до заливать когда вы это делаете много и часто выясняется что заливка нулями занимает время ризайте ваш бусер если есть возможность и опять же распаковка буфера в мемори структуру зависит от записи зависит от того как это будет представлено в памяти если у вас база на самом деле лучше всего вам работать как можно с более простой структуры чтобы вам не нужно было это преобразование работайте с массивами но если вы делаете документ ориентированное хранилище либо таблиц у вас всяко будут структуры в структурах нужно переливать данные это тоже время дальше преобразование данных для ответа если запрос у нас содержит звездочку то скорее всего мы должны вернуть все данные все данные которые мы посчитали с диска если мы указали там какое-то количество полей то у нас опять врубится преобразование у нас есть готовая мемори структура в которой например было 60 полей а нам нужно вернуть 3-4 мы начнем копировать копирование это нагрузка на цепу копирование это нагрузка на память у вас опять же простейший понятнейший запрос начинает тормозить десериализация и фильтрация отправка по сети мы профильтровали данные мы скопировали в какие-то другие мемори структуры и у нас опять появился сокет а в сокет опять ничего не лезет кроме массива у нас опять возникает сериализация сериализация десериализация сейчас было упомянуто просто не знаю десятки раз формат в котором лежит он важен для скорости вашей работы опять же буфер на стороне сервера когда мы отправили все нужно будет освободить ресурсы на сервере если мы работаем с одной записью размер буфера будет равен этой записи или больше когда мы перейдем к работе с большим количеством запись этот буфер может стать очень большим восстановление на клиенте буфер для стерилизованных данных то есть мы получаем ответ то что валится из сокета мы должны куда-то положить ой опять сериализация опять буфер сплошные буфера и сериализация мы должны будем преобразовать то что мы получили сокета строку ли буфер массив опять же в структуру вы в своих домашках делаете класс пёсом класс у которого есть сетры и геттеры перекладывается скорее всего это примерно вот таким образом руками если это у вас какая-то библиотека то библиотека может представить вам какой-то другой api вот это описано для случая когда вы работаете с http с нормальным таким хтпшным сервером есть библиотеки под названием orm object relation man mapping mapping я сейчас не готов о них рассказывать я отдельно могу о них остановиться но это будет большая библиотечка которая возьмет на себя вашу работу по перекладыванию там есть очень хорошие библиотеки но если вы действительно беспокоитесь о скорости вам придется от них отказаться вы будете сами делать руками свои запросы будете сами руками разбирать результат вы сами будете думать о том в каком формате она лежит где и почему закрытие соединения то есть мы до этого взяли сокет нам нужно его каким-то образом освободить количество сокетов которые открывает клиент она ограничено на тех машинах на которых я работал по умолчанию это сотни либо тысячи например 1024 соединений сокет это очень дорого его нужно возвращать вы можете специальными командами поднять их количество но она все равно ограничено это не могут быть десятки тысяч десятки тысяч могут сотен тысяч не может опять же могут быть тайм-аут вы по идее получили уже свои данные у вас все хорошо вы получили данные готовы отпустить сервер он почему-то взял и задумался он живет на сетке сетка она непредсказуемо она может отвалиться и у вас вроде бы все сделано вы просто не можете отпустить базу и получается опять время и того еще раз клиент формирует запрос формирование запросов может занять время может быть это несколько миллисекунд может быть дольше зависит от сложности соединение с базой это работа с сеткой причем скорее всего в несколько итераций вам нужно по имени сервера получить его айпишник соединиться с ним нужно передать запрос небольшой запрос довольно таки быстро передался сервер парсит запрос ну он тоже небольшой но это все тоже опять время найти коллекцию получить данные преобразовать формат для ответа отправить по сети на клиенте восстановить данные и закрыть соединение раз два три 4 5 6 7 8 9 10 что может быть проще чем выполнить запрос get by айди если вас действительно интересует ваша база вы должны знать все что происходит в этих этапах что можно здесь про оптимизировать на уровне каждого из шагов соединение с база есть такое понятие как connection пул это вообще концепция connection пул то есть мы открыли несколько соединений с базой и начинаем рьюзать их между разными потоками которые вас живут например у вас в сервере живет 1000 потоков а connection пул содержит всего 8 соединений с базы они хорошие они горячие горячие в том смысле что они проверены что они работают вам не нужно ходить в dns открывать соки открыть хоть соки ты сходить в dns это например 200 миллисекунд а там он горячий он открыт но их малое количество вы делаете connection пул начинаете с ним работать вы уже на каждом запросе сэкономили фактически по 200 миллисекунд на самом деле это много 200 миллисекунд это 5 запросов в секунду это не вы можете работать не быстрее чем эта цифра пол соединение дальше препарить statement препарить statement вы в какой-то момент увидите что в селектах люди вместо конкретного значения там где я писал строчка равно ну строчка конкатенация 7 получал конкретную строку начнут писать в таком стиле подставлять холдеры для значений что происходит в данный момент у нас запрос преобразуется в несколько частей одна часть это сама формулировка выражение которое нужно вычислить вторая часть это параметр относящийся к этому запросу и на сервер у нас уже пойдет не просто строчка а структура содержащая запрос и его параметры на этом мы можем сэкономить время на сервере это мелочь но если у вас большое количество запросов а если у вас сервер то на самом деле в нем запросы валятся десятками сотнями же секунды в тот момент когда вы используете вот такую запись она положена она взята ск не положено дерево запроса эта структура памяти на сервер она положена в кэш в качестве ключа будет использоваться сам ваш запрос а в кэш будет положено структура уже готового дерева вычислений на нужно будет только в нужном месте подставить чиселки батч операции где-то байди батч операции неприменимо батч операции это когда нам нужно будет сделать большое количество запросов хотя если бы нам нужно было сделать запрос с ключом семь восемь девять десять сто семь шесть так далее возникла батч операции мы можем сделать опять же такой запрос с одним холдером и передать туда массив кэширование ключ шарт где на клиентской стороне вы можете кэшировать вычисления кэша вычисления хэша сколь большая это и сложная операция это на самом деле цпу если вы берете хэш у строчки то джава внутри себя считает его один раз и запоминает потому что строки в джаве неизменяемы если у вас один и тот же ключ у него после посчитан внутренний хэш то вычисление его производится всего один раз за все время жизни живым если у вас сложная функция хэширование со сдвигами с делениями и так далее запишите результат хотя бы последние не знаю ну 10 тысяч вызов сохраните себе там время и относительно шардов есть такая структура вообще есть понятие вероятностные структуры данных называется блум фильтр названа по имени автора блума придумала в 79 то ли что-то в таком году она позволяет точно ответить что чего-то нет из какой-то вероятности сказать что она там есть у вас например есть 1000 шардов вы не знаете в каком у вас есть этот ключ вы сделаете себе блум фильтр сходите в него и она скажет что похоже она есть в 3 5 и 7 вы можете сходить только в некоторое количество шардов поискать посмотрите почитайте про блум фильтре они есть сейчас во всех высоконагруженных базах внутри она выглядит довольно таки простым для его хорошего функционирования будет нужно семейство функций хэширования три четыре пять шесть причем желательно чтобы у них были хорошие равномерные функции распределения хорошая такая забавная математика кэширование распаршенных запросов на стороне сервера если у нас используется на стороне сервера в оракли есть такая вещь как кэш запросов в качестве ключа в кэш служит строка запроса в качестве значения уже распаршенное дерево если у нас запрос неизменный то мы можем сэкономить здесь время запрос будет меняться если вы конкатинируете новые айдишники если вы их не конкатинируете а используете препарит стейтмент у вас врубится этот кэш и на самом деле сиквельные базы они используют какой-то свой внутренний бинарный формат для передачи данных честно говоря правки в gdbc драйвера вносил но не разбирался как они это делают смотрите это будет важно словарь базы словарь базы это такое понятие через который верификатор запроса узнает какие коллекции доступной базе где они находятся это та вещь в которые будут перечислены все коллекции документов все таблицы словарь базы это сердце системы в ворокле это так называемый ворокле оно так и называется словарь дикшнери доступ к нему имеют только админы там перечислено вообще все не дай бог если он у вас вывалится из кэша если у вас на сервер не хватает памяти для работы его система будет просто вообще непредсказуемо работать если происходит изменение в словаре если кто-то сделал альтер таблицы добавил новую таблицу словарик может залучиться у вас на пустом месте запрос за одной единственной записи может уйти задуматься и не вернуться знаете что в базе есть словарь знаете как его отследить если в ней появился барабашка посмотрите там что происходит получение данных я упоминал что когда мы работаем с коллекция нам безумно нужен файл кэш если у вас в базе не влезает все в память сделайте какую-то прослойку пусть даже управляемую вами в которой вы кэшируете данные вероятность того что к вам пришли с ключом в следующий раз придут с тем же самым ключом довольно таки высоко либо ключ будет где-то рядом сделайте буфера начитывайте туда кусок своих данных держите их горячим memory map файл есть концепция memory map файлов это когда файл как бы мопируется блин как это по-русски отображается в память делается большой виртуальный массив немеренного размера у которого операционная система отвечает что при обращении к байтику 1 миллион 17 нам нужно спозиционироваться в файле где-то там зачитать кусок памяти кусок файлов память и сказать как будто это вот такой большой немеренный массив посмотрите что такое memory map файла если будете делать свою базу воспользуйтесь этим это использует почти все базы которые я сейчас видел там есть понятие файл page miss он сама операционная система кэширует как можно большее количество так называемых memory пейджах пейджи живут пока их не выпихнут потому что эта память потребовалась кому-то мы в яндексе сделали базу она все у нас хорошо работает но пользуется memory map файлами она безумно быстрая внезапно она начала тормозить пошли на систему выяснилось наши замечательные админы подселили туда бойкого соседа который отожрал память память под кэши не хватает скорость работы падает на два порядка про данные если мы будем просто так складывать данные файл то файл будет занимать много места в принципе трезвая идея что мы можем эти данные на ходу архивировать архивировать их можно на уровне записи но тогда мы получим не очень высокий коэффициент сжатия архивировать мы можем целиком весь файл например засунуть в zip если у нас обычные телефонные записи обычные телефонные записи то это текст текст безумно хорошо жмется к зипом запросто жмется в десять раз то есть так у нас получилась база например на гигабайт она зажалась получилось 100 метров 100 метров читается за секунду гигабайт читается за 10 даже если у нас врубается распаковка мы все равно где-то за секунду прочитаем cpu успевает распаковать быстрее чем начитывает с диска но есть одна маленькая проблема zip формат zip не позволяет распаковать с произвольного места если мы внимательно посмотрим современная база данных они отказались от zip а и используют архивирование с возможностью распаковки с произвольной точки это будут какие-то например вот лзу либо zip посмотрите это на самом деле интересно посмотреть что люди придумали чтобы обойти такую банальную проблему количество данных которые нужно поднять диск зип 2 использовал ходу пару лет назад сейчас они перешли на лзу они очень хорошо жмут данные них очень быстрые результаты и дальше есть еще подход сортированный дата файл если мы просто так будем дописывать записи внутрь файла то он будет фрагментирован мы можем не можем в нем искать произвольную информацию нам нужно будет его начинать сначала читать и до конца если мы можем пойти на то чтобы файл был отсортирован мы можем использовать бинарный поиск взялись или середину файла посмотрели запись больше или меньше взяли половинку оставшиеся там подобные бинарный поиск вы должны знать как реализовать бинарный поиск по зипованным файлам попробуйте действительно попробуйте подключите лзу или бзип и посмотрите как внутри себя хранят данные ходу это будут отсортированные файлы ужаты архиватором сама концепция сортировки подразумевает что файл нам нужно отсортировать это можно сделать только с целым куском пересортировать на каждой записи никто не делает соответственно скорее всего вы увидите что накапливается буфер грязных данных в которых данные лежат просто случайным образом как они были записаны когда буфер становится больше чего-то например больше 10 мегабайт запускается отдельный процесс который берет эти данные сортирует делает новый файлик чистенький рядышком и поиск уже дальше будет производиться быстро под сортированным плюс по небольшому куску грязных данных когда второй кусок грязных данных становится опять же 10 метров его пересортировать получается 234 когда и становится больше их сливают получается файл еще больше но уже опять отсортированы в котором можно искать один раз получение данных есть концепция индексов индекс это какая-то дополнительная структура действительно дополнительно относительно тех данных которые вы храните в которой фактически говоря значение ключа смещение в файле индекс может поддерживаться внутри вашей базы данных индекс может быть внешним если вы сделаете его индекс может быть в виде хэш-мапы который живет в том же самом вашем приложении управляющий телефонной книгой но выберете на себя обязанность поддержание его в консистентном состоянии вы добавили запись вы обязаны дописать в индекс вы удалили запись вы обязаны удалить из индекса но если у нас есть индекс нам надо знать и про словарь и про парсер в тот момент когда парсер будет парсить наш запрос он должен найти коллекцию в которой нужно идти он должен понять по каким полям и там будем искать например тот же самый айди он должен посмотреть в словарях база данных а не существует ли у нас индекса который позволяет искать по табличке пес он по значению ключа и не на самом деле это время сходить туда и посмотреть эти вещи если вы используете препарит стейтменты то вы сделаете это один раз это пойдет в кэш если вы этим не пользуетесь это процедура будет запускаться на каждом запросе вы делаете много запросов и он постоянно ищет если там индекс рядом с индексом существует слова селективности либо кардиналите у нас есть воинская часть мы ищем что-то сотрудников по полу если мы будем искать женщин скорее всего нам будет очень выгодно использовать индекс потому что их мало колонка пол имеет очень высокую селективность по этому значению если нам нужно найти мужчин этот индекс нам не поможет соответственно каждому индексу по каждой колонке нам нужно будет собрать хранить статистику при работе с базой данных зная про индекс вы должны знать слово статистика какое количество записи соответствует какому ключу когда мы взяли индекс нам нужно сходить в индекс узнать позицию и спозиционироваться в дата файл если нам нужно поднять одну единственную запись скорее всего это будет быстро индекс отсортированная структура по которой быстро находите запись с него получаете pointer и поэтому pointer уйдете файлик пользуйтесь индексом знайте что их поддержание требует сил и их использование будет требовать времени потому что сначала найти в индексе потом файле но здесь есть еще такой маленький трик если нам нужно получить только те поля которые упоминаются в индексе на самом деле нам не нужно лезть в дата файл если нам нужно сделать select по полям которые есть в индексе нам достаточно этого индекса у нас базах зачастую индексы получаются соответственно больше самой базы почти все колонки складываем их потому что нам нужно быстро доставать и мы готовы пойти на то что он будет очень долго сохраняться индексы будут скорее всего сделано b3 деревьях у вас алгоритмах обещали вам про них рассказать вам расскажут про этот алгоритм попробуйте его реализовать это тоже очень забавный экспириенс преобразование формата данных из файла в респонс еще раз из файла мы получаем массив потом нам нужно будет его превратить в респонс если у нас нету фильтрации если у нас все запросы идут по звездочке мы можем просто копировать данные меньше нагрузки на cpu поэтому key value сторожи они в принципе будут быстрее документ ориентированные сторожи они будут быстрее если у вас нету фильтра по значению если есть фильтр по колонкам которые вы хотите вернуть там врубится cpu если у вас на базе много пользователей cpu будет тормозить тейбл ролл ничем не отличается от документ ориентированных хранилищ вы берете по звездочке вы получаете без внутренней трансформации выберете со звездочкой вам нужно отфильтровать но и также ваш формат будет от формата хранения данных будет зависеть какой объем данных нужно перекачивать внутри баз зачастую использует по битовое кодирование формата сей реализации когда мы пересылаем данные между одной системой и другой последние не знаю лет десять основной формат передачи это будет xml у вас возникает сокет по нему скорее всего бежит xml знаете что такое парсер xml как он валидируется как он читается чем хорош xml вы можете описать данные одним единственным файлом не нужны никакие другие внешне поддерживающие структуры но он будет очень большой открывающие теги закрывающие теги угловые скобочки там подобное объем данных пухнет джейсон это такой формат который придумали люди которым не нравился xml они решили что мы можем например выкинуть закрывающие теги мы сэкономим 10 процентов данных 10 процентов данных много это или мало зависит от вашей нагрузки вам нужно ответить много вам нужно передать много данных 10 процентов очень хорошо очень похож на xml компактнее и что замечательно его можно напрямую использовать в браузере все современные браузеры умеют получать данные в джейсоне я не видел ни одной домашки где бы данные давались в джейсоне соответственно люди начинают перепаковывать данные чтобы отправить их в браузер чтобы отрисовать форму у нас активно используется джейсон на самом деле для передачи данных google в свою очередь придумал протокол буферы это бинарный формат передачи данных он сопровождается тем что вы опишите интерфейс отдельным файликом запустите генератор вам сгенерирует обвязку своих классиков через которую вы будете работать google написал очень оптимальный очень сжатый формат почитайте включить его в коллекцию своих тулов и знайте что вы можете пользоваться трифт придумал facebook честно скажу я плохо понимаю разницу между протокол буферами и трифтами это тоже разработаны внутри компании свой протокол сериализации он намного компактнее джейсона он намного компактнее xml он позволяет достигать более высоких скоростей читайте выберите научитесь этим пользоваться то что у вас коммуникация есть через jax vs внутри бегает xml если вы отмигрируетесь оно будет быстрее бсон это такой формат который придумали в монго дебе они решили что есть джейсон давайте мы из него сделаем бинарный формат мы опять же выжим этих форматов тьма ссылка на сериалайзеры посмотрите сколько времени с какой скоростью эти сериалайзеры могут работать сегодня я провел свой рабочий день выясняя вопрос какое количество времени тратится у меня когда я получаю данные из монго дебе и превращая во внутреннюю мемориструктуру исследуя код я нашел четыре места внутреннего перекопирования сериализации десерилизации мы эти места уменьшили до двух у нас скорость выросла сейчас мы получили 4000 сущностей в секунду 4000 это 250 микросекунд на сущность 250 микросекунд это 4 килогерца скорость выдачи информации про оптимизировав мы получили если не ошибаюсь 90 микросекунд на сущность это та скорость которая нужна мне в моей работе я действительно хожу и думаю что мне можно сделать сериалайзеры выбрать другой вариант если вас интересует база если вас интересует скорость работать их баз знаете и помните об этом две ссылки почитайте например рекламка от протокол буферсов прямо с их сайта почему не xml потому что проще потому что в 10 раз меньше потому что в 100 раз быстрее в 10 раз меньше если вы будете хранить данные файлики описанные протокол буфом у вас данных будет в 10 раз меньше на диске если вы их еще сожмете вы можете сделать файлик в 100 раз меньше у вас базов была на гигабайт и вы получили 10 мегабайт 10 мегабайт можно тихо спокойно сложить в кэш и не парится 10 мегабайт 10 мегабайт это не знаю вообще мелочь по почте послать может протокол буф меняем бигус и он генерирует классы генерирует классы для работы программа вы получите по крайней мере qbl для формирования ваших запросов это все что я хотел рассказать на эту тему я хочу чтобы вы знали что происходит в базе на вот таком уровне вопросы они укачают лучше на самом деле вот эта ссылка я выложил все такие слайды на флафе пульсера там куча народу искал а куда я это спрятал вот судя по логам вот они там ну да так вот кто значит уходим по мультфильм может это был просто тролль вот а может быть а на самом деле может он считает что база база это вычислительный механизм в котором можно что-то посчитать вы же в сиквеле видели командочки макс мин вг почему не добавить туда фибоначчи а косинусе секундочку а косинус в базе у него есть место почему не фибоначчи почему там в качестве примера указано фиб и конкретное число ну вы же так можете сослаться и на поле представляете а в этом поле встретиться например в миллион что произойдет с цепу на этой машине там есть трезвые люди которые это отмели но на самом деле когда к вам приходит с фичей подумайте а вот где она может аукнется это такое вычисление это безумный паргар на cpu это безумный паргарем